Асхад Хазрат, салам алейкум, добрый вечер. Давно не виделись с вами в эфирах, вживую вообще не виделись еще после Рамадана, но тем не менее наш проект продолжается, и Асхад Хазрат от всей души, от себя, от всех наших зрителей хочу поблагодарить вас за то, что вы вновь с нами. Несмотря на ваш плотный день, сегодня согласились немножечко с нами поговорить. И давайте, чтобы не терять драгоценного времени, у вас полчаса времени всего лишь, наша тема сегодня, я ее уже нашел, зрителям уважаемым обозначил, это то, как сохранить дух Рамадана, вот как сохранить дух Рамадана на протяжении всего года. Асхад Хазрат, и в этой теме, конечно, экспертом можете быть непременно вы, наш дорогой и любимый Хазрат, имам Хатыпин, в реальной мечети на Поклонной горе. Чи в этом году, чей травих, с кем мы не смогли прочитать во время Рамадана, но смогли очень много о многом хорошем поговорить, и, соответственно, сейчас продолжим. Я отключаю пока комментарии. Асхад Хазрат, коротко расскажите, как прошел этот месяц после Рамадана для вас, как началась практика в мечети, как люди начали приходить, и как вообще все это сейчас происходит? Как раз сейчас покажу вам около мечети, нахожусь, у нас тут дождь сильный идет. В мечети просто, пока интернет слабый, пришлось машину как бы вытянуть. А-а-а, даже так. Такими усилиями спасибо большое еще раз. Аль-хамдур-баракал-лафейкам. Рамадан, аль-хамдур-ля, слава Аллаху, субхану-те-Алле, то есть мы его долго ждали, быстро он пролетел, наверное, все почувствовали. И закон также уже другой Рамадан ожидаем. И также наши дни, субхану-те-Аллаху, летят уже месяц, скоро месяц хаджа зайдет, и он прилетит. То есть так у человека постоянно сейчас время летит, оно не по дням, не по часам, а по минутам, субхану-те-Аллах. Поэтому день подобной минуты стал такой, так скажем. Аль-хамдур-ля, после Рамадана, помил саллаху, субхану-те-Алла, через какое-то время съездил в Ульяновск, навестил маму, навестил мечеть, где папа работал, рахмахуллах, там, как и с братьями, там джумуа провел одну. Потом, аль-хамдур-ля, так на могилу к папе съездил, аль-хамдур-ля, там каждый день старался туда посещать, как бы неделю там провел. Потом, аль-хамдур-ля, помил саллаху, вернулся в Москву, открыли мечеть. Аль-хамдур-ля, каждый день, каждый день здесь, аль-хамдур-ля, вот братья приходят, молятся. Пока расстояние держим полтора метра друг от друга, в масках, каждый со своим ковриком. Но, аль-хамдур-ля, народ приходит, особенно на утренний намаз, на фаджр и на ночную молитву, на айшах. Аль-хамдур-ля. Асахад, чувствуете ли вы? Я закончился ремонт, сейчас новая акустика, поэтому приходите, иншалла, за этот день, иншалла, посмотрите. Асахад, вы чувствуете, как люди соскучились по мечети? А видите ли в глазах особенную какую-то радость? Чувствуете это? Да, субханалла, конечно, субханалла. Люди очень сильно соскучились, и я даже, субханалла, как-то по-другому, наверное, люди начали, да, Аллах, субханалла, переосмыслили, и по-другому относиться, иншалла, и более ценить, больше стали. И ненужные вещи оставили, которые раньше человек мог позволить себе, я думаю, аль-хамдур-ля, сейчас больше, как бы такая возможность сконцентрироваться на главном, и более правильно вести, иншалла. Ту же самую молитву по-другому читаешь. Ну, все по-другому вошло как-то вот больше. И мы в этот момент понимали, как бы мы все понимали, то, что мечеть, даже если была закрытой, Аллах, субханалла, не нуждался у нас в наших поклонениях. Она как была мечеть, так и есть. Аллах, субханалла, как был, и так это. То есть мы должны для себя понять, то, что мы нуждаемся в Аллахе, субханалла, а не наоборот. А не наоборот, да. Асад Азрат, вот тем не менее, несмотря на то, что многие соскучились по мечетям, многие совершенно по-другому взглянули на Дома Всевышнего, все-таки вот после Рамадана, как бы мы ни хотели, дух Рамадана, он постепенно начинает улетучиваться. Вот это особенное чувство, единение. Не мне вам рассказывать, да, как мы это чувствуем, и действительно начинаем по-другому все это ощущать. И вот сегодняшнюю тему, которую мы решили развить, и именно к вам обратиться, Паня, это как сохранить дух Рамадана на протяжении всего года. И хотели бы послушать ваш совет, как имама, как Азрата, как человека, который видит много разных людей, может быть, видит лучшие практики тех людей, сами к этому стремитесь. Как нам постараться сохранить на протяжении всего года вот этот дух? Только ли это понедельник, четверг, пост, или еще что-то, да, больше? Вот хотел бы с удовольствием вам слово дать по этой теме. Ну, во-первых, как бы прошу Аллаха, чтобы принял от нас и от вас, иншалла, наше поклонение и наши посты в месяц Рамадан, чтобы простил нам наше упущение, которое мы совершали в этот месяц и в другие месяцы, чтобы Аллах, субхану ва-та-Аля, там дал нам еще много возможностей встречать этот месяц, иншалла, в домах Всевышнего Аллаха, субхану ва-та-Аля, вместе поститься, вместе разговляться, вместе молиться, иншаллах, визнеллах, субхану ва-та-Аля. И, то есть, как бы человек верующий понимает то, что он, если Рамадан закончился, то его жизнь не закончилась. И Аллах, субхану ва-та-Аля, приказал поклоняться рабу своему не только в месяц Рамадан, но на протяжении всей своей жизни. Как Хасин Басар сказал, говорит, Хасин Басар сказал поистине, Всевышний Аллах, субхану ва-та-Аля, не сделал срок окончания дел для верующего, кроме как смерти. То есть, именно, если закончил Рамадан, не значит, что его дела остановились. Именно смерть, если пришла, после этого, после этого прочитал, аяр, где Севышний, субхану ва-та-Аля, сказал, Поклоняйся Аллаху, субхану ва-та-Аля, до тех пор, пока не придет тебе смерть. Также в религии мы должны понимать, что нету раха, нету остановки, остановиться, оставить молитву, отдохнуть от молитвы, отдохнуть от поклонения. Наоборот, верующий он находит отдых, поклонение, как пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, говорил Билалю, дай нам возможность отдохнуть. То есть, имеете в виду, скажи, чтобы мы молились, в молитвах они отдыхали. Поэтому, салаллаху алейху ассалям, самое, что, от чего успокаивается моя душа, отдыхает мое тело, радуется мое око, именно ассалям, намаз в намазе. Также спросили, то есть, когда наступает вот этот вот отдых, на что он сказал, когда ты зайдешь с одной ногой, отсюда начнется отдых, именно в раю. Также Бишра Хафи сказал, спросили ему, что ты скажешь о тех людях, которые поклоняются и проявляют усердие только в рамадан. На что он ответил, бисал каум, ла я арифун Аллаха хаккан, илля фи рамадан. Говорит, какой плохой народ, они неужто, они познали Аллаха только в рамадане? То есть, в другие месяцы они не знакомятся, не приближаются к Аллаху, субхану ва-та-Аля. Имеете в виду, не знакомятся, не читают Кур'ан, не молятся, не делают благие дела, не постятся, не приближаются к Аллаху, только в рамадане? Поистине верующий, праведный раб, поклоняется и проявляет усердие напротив Всевышнего Аллаха, субхану ва-та-Аля, на протяжении всего года. И также спросили, ащибили, спросили, ащибили, рахмаллах, айюхма афбал, раджаб, ау шабан? В какой из месяцев лучше, раджаб или шабан? На что он ответил, кун раббаниян, вала тякун шабаниян. Будь раббаниян, будь со своим Господом, саллахом, субхану ва-та-Аля, но не будь привязанным к месяцу шабану. Поэтому, как бы, мы должны привязывать свои сердца не к определенному месяцу, не к создателю этого месяца, к Аллаху, субхану ва-та-Аля. Как сказал один из поэтов, шаир, завтра, то есть, имеется в виду, судный день, все души увидят то, что они заслужили, и все те, которые в этой жизни посадили, они возьмут плоды, завтра имеется в виду, увидеть эти плоды в судный день. Поэтому, если они свои дела застанут благими, то они только себе пользу принесут. А если они свои дела увидят плохими, то как же плохо они посадили этот плод, то есть, в этой жизни именно посадили вот это вот, то есть, неправильно посадили, неправильно делали. Поэтому Всевышний Аллах субхану ва-та-Аля говорит в Коране, то есть, «О верующий, делайте поясные поклоны, делайте земные поклоны, поклоняйтесь своему Господу, творите добро, может быть, вы преуспеете, увидите, найдете успех в этой жизни, в вечной жизни». Также Всевышний Аллах субхану ва-та-Аля говорит, то есть, верующий, он, когда делает какое-то дело, и сахабы, они больше переживали не за само действие, а за будет ли оно принято или нет. Поэтому Аллах субхану ва-та-Аля в Коране сказал, «Описывая верующих, Всевышний субхану ва-та-Аля, сказал, это те, которые расходуют из того, чем наделил их Всевышний Аллах субхану ва-та-Аля, при этом сердца переполнены трепетом, то, что они вернутся к Аллаху субхану ва-та-Аля. Тогда Аиша спросила посланника Аллаха салла-аллаху алейхи это те, о которых Всевышний Аллах субхану ва-та-Аля сказал в этом аяте. Это те, которые или это те, которые Аллах говорит в Коране о тех, которые делают прелюбодействие, которые распивают алкогольные напитки, то есть грешат и при этом боятся все-таки, что они к Аллаху вернутся. Об этих людях идет речь, на что пророк Мухаммад салла-аллаху алейхи сказал, нет, нет я бинтуш саддык, нет дочери саддыка, нет Аиша. Аллах субхану ва-та-Аля в этом аяте сказал о тех, которые ва-ю-саллун, ва-ю-саллун, ва-ю-тун-закат, ва-я-хафу-на-раббихим, ва-я-хафун, халь-ту-кбал-а-а-мал-ахум амна. Это говорится о тех людях, которые молятся, постятся, выплачивают закат, но при этом боятся, приймется ли их деяние или нет, будут ли их деяния приняты Аллахом или нет. Об этом идет речь. Поэтому здесь, как бы обращаясь в первую очередь к самому себе, к всем нам, то есть мы, если Рамадан, во-первых, это не только пост, это благой нрав, он нас приучал благому нраву, приучал к молитве, в устоянии ночных молитвах. То есть если закончился месяц поста, но пост сам не закончился, в понедельник, четверг, пророк Мухаммад, саллуху алейху ассалям, касательно понедельника, когда его спросили, почему ты посетишься в понедельник, на что сказал, это тот день, в который я родился, хочу благодарить за это, все, ваше на Аллаху. Касательно четверга, поста в четверг, пророк Мухаммад, саллуху алейху ассалям, сказал, в этот день поднимаются дьяни к Аллаху, и хочу в тот момент, когда поднимаются мои дьяни к Аллаху, чтобы я был постящим, также день Арафа, для того, кто не поедет на хадж, в этом году, кстати, хаджа не будет, только для местных, в Саудии, мы тоже собирались, Аллах предопределил так, иншаллах дала, чтобы всем, кто хотел в этом году на хадж поехать, чтобы по намерениям было записано, иншаллах. В день Арафа, когда наступит, этот день поста прощает грехи целого года, поэтому как бы прощают прошлогодний год и будущий год грехи, поэтому, альхамдулля, есть много-много возможностей, другие, три дня в середине месяца, день Ашура, то есть много постов, альхамдулля, то есть этот пост не закончился. Также касательно Кур'ан, Кур'ан закончился, Кур'ан мы, альхамдулля, дальше должны продолжать читать. Постоянно жить с Кур'аном, привязать свои сердца с Кур'аном, читать Кур'ан, повторять Кур'ан, дабы быть из людей ахлил Кур'ан, из тех людей, которые вместе с Кур'аном, алядинахум ахлиллахи вахасаку, это те люди, приближенные люди к Аллаху, и элита, дня, и приближенные люди к Аллаху, с имейства Всевышнего Аллаха, субханула Та'аля. Киям, лейл, также ночные молитвы, не только в Рамадане, мы читали Таравих, сейчас можно, альхамдулля, сейчас тем более, между Иша и Фаджером, там два часа всего лишь, мне кажется, большинство людей не спят в это время, есть возможность, два раката, четыре раката прочитать, ахаджут намаз, при этом, в эту ночь, Аллах, субханула, смотрит на нации, и спрашивает, если кто-то просящий, я ему отвечу на его просьбу, если кто-то просит дуа, я отвечу на его дуа, неужто мы с вами не нуждаемся в милости Аллаха, неужто мы не нуждаемся, чтобы Аллах просил нам грехи, неужто у нас с вами нет каких-то дел, какая-то просьба к Аллаху, субханула Та'алы, неужто мы не хотим, чтобы Аллах, в сильный день, вел нас в раи, защитил от ада, возможно, молиться и просить за тех людей, которые ушли из этой жизни, за у кого-то родственники болеют, за них просить дуа, вот сейчас самое время. Аль-Хамду-Лля, в тахаджуд намазах, аль-Хамду-Лля. Если, например, тяжело вставать зимой и там еще, да, то сейчас нельзя найти отговорку, что тяжело как бы читать, аль-Хамду-Лля. Даже за минут 20 до утра намаза, если проснуться, за минут 20, если кто-то спит, минут за 20, аль-Хамду-Лля, два раката, два раката намаза, от сердца прочитай, иншаллах, это тебя ведет в рай. Почему? Потому что он читал от всего сердца, искренне читал. Это лучше, чем 100 ракатов читать неискренно. Поэтому, аль-Хамду-Лля, вот такие вот действия, и всегда мы должны понимать, что вот сейчас вот с коронавирусом, вот многих, вот мы, Аллах разобрал из наших близких, знакомых, там кто-то в больнице лежит, кто умер, это дало еще один как-то, раньше так смерти не боялся, начал бояться, как люди умирают и так далее, перед глазами. То есть человек был, и его уже нету. То есть это опять же, чтобы мы задумались, чтобы мы понимали, что смерть... Да-да-да, теперь слышно. Представляете, человека кладут с тяжелым диагнозом в больницу, говорят человеку, у вас рак, вам осталось жить в месяц, два месяца, полгода, или у кого-то коронавирус, или еще какой-то опухоль мозга, пускай Аллах всех обережит, нас сначала и всех наших близких. И человеку говорят, вам осталось только жить. Он как начинает жить? Он начинает задумываться. Он начинает, субханалла, мне остался месяц. Все, он уже как бы по-другому живет, уже как бы понимаешь, что мало осталось жить, что он забирает своих родственников, близких. Ассад Хатарат, я вас прерву, я вас прерву. Вот мне режиссер говорит, что у нас очень плохой сигнал, и очень плохо нас видно. Можно я сейчас перезагружу эфир, пожалуйста, ладно? Давайте, да. Чтобы лучше все-таки было. Спасибо большое, Ахмед. Ага, давайте. Спасибо большое, Алиса. Вы вернулись, вроде бы нормально, все должно быть дальше. Прошу прощения, что прервал вашу. Мы сейчас к тому, что говорили. Вот. И тогда вам слово продолжать. Ну, я что хотел сказать. Я говорю, представьте, я говорю, человек попал в больницу с тяжелым диагнозом. И врач ему говорит, тебе осталось жить там два месяца. Он как относится к своей жизни? Как он относится к Аллаху? Как он относится к поклонению? Он верит врачу такому же созданию Аллаху, как и он сам. А когда нам Всевышний Аллах в Коране говорит, И пусть душа посмотрит, что приготовила на завтра. То есть, тем самым Аллах, Субхан Таре, говорит, что судно день близок. Описывает его, как завтра. Когда Аллах в Коране говорит, Даже если вы будете в крепостях прятаться от смерти, она и там к вам придет. То есть, Аллах Субхан Таре говорит, что эта жизнь, жизнь наша, она быстро проходит. Быстро проходит, как сказал Хасан Басри, Ябн Адам, иннам антал айям. О, Ибн Адам, о, сын Адама, о, человек. Поистине, ты это количество дней. Когда один день проходит, часть тебя тоже уходит вместе с этим днем. То есть, мы здесь не верим до конца. Почему мы не осознаем это, и осознавали бы, я за себя же, опять же, говорю с первой очереди, мы бы по-другому чуть жили, по-другому бы старались, по-другому бы поклонялись, по-другому бы выставили, по-другому бы молитвы читали, постились, к жизни по-другому бы чуть получше, по-другому бы относились более так, осознанно, более так, к Аллаху, субхану ва-та-Аля, старались бы больше и больше приближаться. Поэтому, а когда говорит врач, что тебя осталось там два месяца, мы верим, Аллаху мы не верим, субхану ва-та-Аля. Поэтому мы должны, аль-хамду-ля, к чему я это говорю, как бы, к тому, что не нужно Аллаху поклоняться только в определенный день или в определенный, постоянно, раб Аллаха, он должен, его сердце было связано с Аллахом, субхану ва-та-Аля. Как будто тяжело поститься, например, в понедельник, четверг. Это сунна, да? Аль-хамду-ля, молись, выставив ночные намазы. Тяжело ночью молиться, например, делай другое благое дело. Аллах в Коран говорит, ва-фа-алю-ль-хайра, делайте благие дела, не только в Рамадане, но и в других садака давайте, также другие месяца, не только в Рамадане. То есть делайте что-то, главное дело, не останавливайтесь. Делайте, делайте, делайте. Не так, что Коран некоторые читают, ага, закончил, Рамадан закончил, закрыл Коран, до следующего Рамадана Коран его закрыт. Нет, читай каждый день по выриду, там, по страничке, по две странички, по джузу, по два джуза. Как ты можешь? Главное дело, чтобы это было постоянно. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, сказал, самые любимые дела перед Аллахом, это постоянные, даже если это по чуть-чуть, понемногу. Поэтому Аллах в Коране говорит, в сурате Юсуф, когда сыновья Якуба сказали, что они хотели отправиться к Юсуфу, на что Якуба, алейхи салям, что сказал, о, сыновья, не заходите через одну дверь, заходите через разные двери. Также к Аллаху дверь не одна дверь, не только дверь поста, дверь молитвы, дверь садака, дверь хаджа, дверь умра, дверь благого хорошего отношения к родителям, дверь поддерживания родственных отношений. То есть много-много-много дверей, через разные двери заходите к Аллаху, вступайте в числа приближенных рабов к Аллаху, старайтесь побольше благих дел. Даже твоя улыбка в лицо твоему брату, это тоже благое, это садака. Поэтому, альхамдулля, через стараться, стараться, чтобы побольше позитива, благих дел, иншаллах, то, что нас приблизили к Аллаху, и знать то, что как бы смерть, когда мы говорим о смерти, некоторые говорят там, боятся, почему про смерть и так далее, мы не боимся смерти, мы для чего говорим, то, что смерть это не страшно, что смерть это переход из одного состояния в другое, так же, когда мы каждый день умираем во сне, а потом просыпаемся, когда с утра мамы на эту жизнь родились, это тоже переход в барзах, потом в барзах, в вечность и так далее. Просто к чему? После смерти просто все останавливается, уже невозможно что-то сделать. Поэтому мы пока у нас, аль-хамдул-лях, мы живем, дышим с вами, мы должны делать благие дела, то, что нам принесет пользу, иншаллах, и оставить по мере возможности то, что нас отдаляет от Аллаха, субхану и та'али. Да, спасибо большое, очень широкий такой охват и широкое такое понятие, очень много привилевых, таких интересных моментов. И самое интересное, по практике, да, вот понедельник-четверг, Асад Хазрат, вот, еще раз, давайте остановимся на важности, да, по суни, по понедельник-четверг, тоже немножечко обозначите. Наверное, вас об этом спрашивали много раз, вы рассказывали об этом сотни раз, но вот для наших зрителей, еще раз повторим, потому что мы хотим все вместе по понедельникам-четвергам держать пост на протяжении всего года. Смотрите, во-первых, рамадан, пост вместе с рамадан, это обязательно фарм. Это Всевышний Аллах, субхану ва-та-Аля. Понедельник-четверг это сунна, то есть имеется в виду, кто оставляет, не является грешником, кто постится, тот берет великую награду перед Аллахом, субхану ва-та-Аля. Один день поста на пути Аллаха отдаляет человека от наказания на 70 лет. Но есть люди, которым тяжело, например, я вот просто сам знаю, как бы вот, некоторым, например, тяжело поститься. Может быть, у кого-то там желудок чуть болит, у кого-то еще что-то, у кого-то, например, у кого-то голова, там, торможение в голове начинается. То есть разные люди есть. Поэтому мы что, как бы, если есть возможность и легко дается, с разными общаешься, например, и каждый думает, например, какое благое дело для него легче делать. Кто-то говорит, мне поститься. Хорошо, когда я пощусь, там, у нас сабр появляется, когда пощусь, там, аль-хамду-ля, там, то есть я вот это вот хорошо делаю. Кто-то говорит, поститься мне, брат, тяжело, как бы, у меня голова начинает болеть, там, это по-другому, я плохо думать начинаю, весь целый день сонный хожу и так далее. Рамадан я фарт пропастился. Ну, вот, как бы, нафиг ты говоришь, ну, ты если не можешь так поститься, тебе тяжело это дается, Аллах, не требует, как бы, от нас, да, чтобы мы там, что-то от себя там убивали, и так далее. Тогда ты Коран читай в этот день побольше. В этот день ты там, начни молитвы выставивай, там, замени это другим. Кто-то говорит, кто может поститься понедельник четверг? Аль-Хамду лилля, поститесь понедельник четверг. Поэтому, как бы, здесь нужно что, подходить, как бы, по возможности, и у кого есть именно, вот эта вот возможность, физическое, здоровье и так далее. Но посланник Аллаху, саллалу алейкум, сказал сумму, тасиху, поститесь и будете здоровыми, иншаллах. Это тоже есть, как бы, аль-Хамду. И знать, какая великая награда, как только хочешь пить, как только хочешь кушать, да, знай, какая тебе награда за это ждет, перед Аллахом, саллалу алейкум. Как-то, вот так вот, иншаллах. Поэтому, да, сад садрат, немножечко подведу итог. Значит, пост понедельник четверг по возможности держать. Как сохранить Рамадан, исходя из того, что вы сказали. Первое, пост понедельник четверг по возможности держать. Второе, постоянно напоминать себе о том, что жизнь быстро пройдет, и что ты вообще успеешь сделать. И год тянуть до Рамадана, ждать каких-то хороших дел только в Рамадан, это непозволительная роскошь, да, ну, как бы, трактую сам. Дальше, молиться и выстаивать ночные намазы, они сами по себе ночные намазы, очень важны. Далее, совершать благие поступки ежедневно, пусть даже если они мелкие, то есть, это небольшая милостыня, чтение Корана ежедневное, поддерживать родственные отношения, даже просто улыбка своему брату, как ты сказали, как это сказал наш пророк Мериму, это тоже милостыня. Может быть, еще что-то, как бы, да, то есть, помимо того, что было сказано. Чтение Корана, заучивание Корана, сейчас мечеть открыта, у кого есть у мужчин возможность прийти, ночную молитву почитать с джамаатом, пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал, то, кто выставил утренную молитву с джамаатом, как будто он всю ночь молился, представляете, если он молился с джамаатом, и молился еще в фаджр, как будто он одну ночь, еще половину ночи, это отмелся Аллаху к нам, ночь, она одна, но он как будто полтора ночи молился, тем самым, опять же, мы понимаем, что Аллах не нуждается в наших поклонениях, субханаму алейхи вассалям, это он нам дает подарок такой, как бы с вами, также, алхамдулли, слушать какие-то проповеди, лекции, алхамдулли, то есть, благим делением, заняться семьей, там, детьми, любое благое дело с неятом ради Аллаха, это будет записано, то есть, самое главное, самое главное, что, какое бы ни было благое дело, не смотри, что оно маленькое, а смотрите на величие того, перед кем ты его совершаешь, то же самое грех, не смотрите, что маленький грех, или там, некоторые говорят, это же маленький грех, или это округ нежелательный, ты не смотри, брат мой, сестра моя, что это маленькое, а смотри, величие кого ты ослушиваешься, и вот постоянно себе говорят, и не нужно привязывать сердце с тем или иным максимумом, с тем или иным месяцем, привязывать к создателям месяца Рамадана, то, кто полюбил Рамадан, он тот же самый, Всевышний Аллах, полюбил и Шаадан, и полюбил Шауальяэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То, что Аллах за тобой следит. То есть вот это вот как бы это дела сердец. И здесь есть сердец. Самое великое действие перед Аллахом. Ты понимаешь, 95% в детстве это дела сердец. То есть постоянно ты знаешь, что Аллах за тобой наблюдает. Постоянно ты увидишь, как твоя, аль-хамдалля, жизнь. То есть я знаю, например, некоторых людей, которые говорили во время Рамадана, там, хотели решить какие-то вопросы. И они говорили, вот сейчас, брат, Рамадан пройдет, по-другому с тобой решим этот вопрос. Астахфурлах, ты уже в Рамадане меня сделал. Как только пройдет и идет грешить, уже по-другому себя вести. А что, Аллах тебя в Рамадане только видит? А не в Рамадане тебя, Аллах, не видит, что ли? Или некоторые такие говорят, там, вот сейчас в Рамадане я это не употребляю. Вот сейчас, поэтому во время Рамадана люди на две категории делятся. Первая категория думает, побыстрее бы он закончился. Пропаститься там, там, это тарави, они почитают. Сейчас закончится, опять пойду в своей жизни жить. Пойду там людей обманывать, пойду там отнимать, пойду там курить, грешить и так далее, вернусь на том, чем я был. Это иллюзия, просто так, голодовка у них была. А есть другая категория людей, которые, да, Аллах, чтобы мы из них были, которые каждую секунду во время Рамадана, после Рамадана они поменялись, стали еще лучше. То, что во время Рамадана они не хотели, чтобы он закончился этот месяц Рамадан. То есть даже сподвижники, когда выходили на праздничную молитву, плакали, хотя день был праздничный день. Почему плачешь? Плачет то, что, да, сегодня праздничный день, но однако мы плачем то, что расстаемся с этим месяцем. Поэтому, Субханаллах, ну в этот месяц мы, когда дома молились, тоже, Аль-Хамду-Лля, узнали свои семьи побольше, да? Аль-Хамду-Лля, с семьями молились. Субханаллах, я вот Сулейман, у меня два-три сына, Сулейман и Имран молились за мной. Я смотрю, Субханаллах, я имам уставал, когда меня там не было, иногда Сулейман проводил, иногда Имран проводил молитву, одному десять, а другому восемь. Я, Субханаллах, смотрю, что-то в намазе хмыкает кто-то, плачет, 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 плачет сзади. Я после намаза поворачиваюсь, и оба сына плачут. Я говорю, вы что плачете? Говорю. Я еще думаю, они же еще, у них грехов нет. Я говорю, что плачете? Папа говорит, завтра последний таравих, завтра последний витер, я не знаю, как я его буду читать, как я буду с Рамаданом расставаться, тяжело, говорит. Субханаллах, вот эти вещи, когда видишь, радуешься, когда вот, альхамдуллах, когда дети стремятся, поэтому... Да, открывайтесь, прерывайтесь. Ага. Вот наша мечеть, иншаллах, сейчас у нас как раз через, сегодня, через 12 минут уже аден будет на Магреб. Алло. Продолжаем следовать вместе, и искренне надеемся, что оффлайн скоро окажемся у вас в гостях. Иншаллах, библина, баракал. Спасибо вам, спасибо всем братьям, с сестрам, баракалатикам, жазакам нахаях.